Ну, кто там? Заходи! Ага! Благослови Господи! О, Господи помилуй, благослови! Господи помилуй, Господи помилуй! Господи благослови! Христос воскрес! Воистину воскрес! Мир, дом вашему! С миром принимаем, садись давай! Доброе утро! Включи там свет, я сейчас посмотрю что-то. Вот я тут Глебом Грозовским занимался, вот он. Что тут про него говорят, что невиновен, посадили. Ага, вон, я теперь вижу твоя машина. Ага, это меня сразу не заметили. Еще по какой-то надобности меня посетил сегодня. Да, здесь данные пришли опять о Никите, нашем колеснике. А что? Из Потеряевки. Ну, то, что он там вопрос такой поднял, который... Я вчера с Сергеем тоже разговаривал, с Сергеем нашим Пупковым. Ну, такие вопросы не поднимают просто люди. Почему клир стоит с этой стороны, почему сестры кланяются и... Сейчас, сейчас, сейчас. Что смешного-то не будет. Ну, там... Ну, я не слышал, как он сказал. Он батюшке это сказал, что... Это на собрании было? На собрании. Потом будет ролик. После. Что? Я не знаю. Что, говорит, мы будем смотреть на эти зады, говорит. Ну, я даже не могу сказать. Это... Ну, только ребенок может такое сказать. Ну, и то ребен... Детям же не до этого. Как можно такие вообще вопросы поднимать? А Сережа говорит, что там? Я говорю, да Никита там, говорю, зажигает. Он говорит, что зажигает? Я говорю, да Потеряевку. А как? Я говорю, да... На таком духовном, наверное, уровне он. Он молодец, говорит. Правильно приехал. Встряхнет наконец-то это болото. Я говорю, так он встряхнул. И о чем там такое сказал? Я говорю, что, говорю, сестры кланяются. Говорю, не в том месте. Перенести клир. Он такой, как, как перенести клир? Я говорю, так он это батюшке сказал. Батюшке? Я говорю, ну, дошел парень, видать, уже. Сережа говорит, ну, понятно. Говорит, что сделать? Вот что значит девственность-то такая, еще усугубленная жизнью порочной. Он не просто, он каждой сестре сказал. Каждой сестре сказал? Он всех в деревне до единого человека против себя восстановил. Я думаю, вы меньше меня знаете. Кажется, я меньше вас. Так может быть, вы мне... Главное, что люди, которые заходят, ну, не знаю, это бывает какие-то с юга там, а то давно пора сделать. Они не знают, с кем разговаривают. У нас все сделано. Они сами каждый раз заходили, и они не поняли, что это одно и то же место, где Никита. Думают, как, у вас зайдешь в храм и там не у нас конкретно, там туда-сюда и в штанах. У нас этого нету. Они не понимают, о ком говорят-то. У нас все женщины как хиджаби. На левой стороне. Давайте я вас поснимаю. На правой мужчины. А то вы говорите, а я молчу. Да, потихонечку так. И меня не поймут. Вот. Ну, я им отвечаю, что не туда, кажется, камень-то бросили-то. Вот. Он стоит, Никита, с правой стороны. А которые на клиросе поют, сестры стоят впереди. Ну, и не всегда свет так светит. Смотреть-то на что? А что смотреть-то? У нас иконы есть, видно, батюшка заходит, выходит. А что на них смотреть, я никогда не подумал бы. Все-таки в Потеряевке 27 лет община. 27 лет. Я могу определенно, четко сказать, такой общины не только в России. Ее нигде такой нет. Все до одного крещены полным погружением. Все пришли через мои занятия в университетах. По радио, где я вел занятия. Поэтому у нас строгая дисциплина. Строгая. Даже приезжая женщина, ну, бывает с района где-то, если она в брюках, она в храм к нам не зайдет. А приехал так, ей помогут юбку, платок надеть как положено. По два платка, называется поводник. Ну, как одеты, просто глянуть как они. Как хиджаб. Самый настоящий хиджаб, как на иконах у Божьей Матери. И, ну, влево, значит, там стоят женщины, а он стоит направо, где мужчины стоят. Мне сразу вспомнилось, что, ему говорят, вчера беседа была, они к Алексею Устиновым дом строят. Пришли туда. Батюшка. Он пришел. Значит, староста деревни Барабаш. Батюш, хозяин дома Алексей Владимирович Устинов. И его отец, Владимир Александрович Устинов. И Володя, который снимал. Владимир Александрович Пащенко. И вот батюшка все. Ну, батюшка, он просто говорит, ну, ты маленько посоветовался бы, ко мне подошел, сказал. Не было это, не батюшки сказал-то. Он именно пошел сам. Он думает, что он самостоятельный теперь. А может быть, я не знаю, чем объяснить. Только дурью больше ничем. Дурницу светную. Ну, он говорил уже при самом конце, как отъезжать. Я говорю, с тобой что стало? Ты то ли повзрослел. Да, я вот теперь уже мне почти 30. Я уже, я должен. И говорит, ну что, некоторые тут уже по 30 лет. Ну, намекая кое на кого. И ничего толку никакого от вас нету. А я здесь уже и благовествую, и там вот, ну, перевожу, там и начитываю что-то. Ну, короче. Где он переводит, что переводит? Хлеб на что-то переводит или что? Нет, он переводит ваши проповеди там. А куда? Ну, в компьютере. В интернет ставит. Ну, а на какой язык переводит? Ну, переводит из чего-то там, с музыкой там, чтобы там они листались там. Ну, там где-то, может быть, раза два было, которое совещание там у Дворкина проводили в Москве. Рождественские чтения. И поступило там в аудиозаписи. А мне надо было в Word перевести. Ну, я слова не расслышу. Он это все... Нет, вот сейчас вот проповеди с Калинником, они вместе там. А чего с Калинником? Ну, ваши проповеди берут и ставят их, чтобы они листались по страницам и там с музыкой. Он не участвует в этом совершенно. Почему он участвует? А как? Ну, он делает это. А что он делает? Ну, я не знаю, но десять проповедей он точно сделал при мне. А, вон про что говорите. Это по томам, которые мои проповеди, а они записаны, а их пере... Ну, так они записаны, там больше ничего нету. Это не аудио. Нет, не аудио. Нет, аудио он книги начитывает там. Это он сам насчитывал, про Григория Сковороду. Сковорода, потом там начал он, во всяком случае, Красный террор. Ну, про матушку Юлию Сысоеву. Красный террор тоже. И главное, самое интересное, откуда он выбирает темы-то? Ну, где-то найдет. Это найти, взять насчитать. Ну, это хорошо дело-то. А дальше-то, что он переделал что-то, там ничего нету. Отдельная проповедь, я их выбрал, выставил. И теперь эту проповедь, которая в буквах, ее надо вставить, чтобы она прошла как в интернет, на ютуб. Больше чем дело-то. Больше там ничего не делать. Ничего. Если у него есть опыт, то он это сделает. Там начал Виталий, а он занимается другим. Там настоящий фильм он делает. А этот ничего не делает. Просто вот эти буквы слепить, они стоят вместе и в виде файла кинуть. А там всего минуты три. И он сколько-то из рук сделал. Да нет, это даже считать. Не, так вы не поняли, наверное, его. Он же, он сказал, что у нас община, она, ну, никакая. Это братья, говорит, грязь и гниль. Все братья подкаблучники. Все сестры ими управляют, ходят в коротких юбках, чуть не ляжками сверкают и так далее. И попер и поехал. Ну да, есть короткие юбки. Я тоже про это сказал. Я говорю, короткие юбки желательно, чтобы длиннее носили-то сестры. Но разговор-то даже не про церковь. В церкви-то у нас у всех в пол юбки. А здесь, когда идут они здесь по миру, я говорю, вот здесь бы они подлиннее носили. Ну, пускай там не кутались бы, чтобы не падали. Он говорит, что я тебя там могу вызывать. Да, и хорошо. Чтобы не падали, говорю. Ну, вот у них юбки у нас сестры усят, ну, вот так вот носят. Есть меньше. Ну, сестрички эти маленькие, там еще там 12 лет, там, да, 16 они. Они, вот у них такие вот юбки. Ну, желательно, конечно, чтобы длиннее было. Хотя бы вот такие были. Это желательно. А он уже и начал, и пошел, и поехал. Потом это исчадие уже ада, эти женщины, уже все, эти бабы, бабы, все. Разговор. Я говорю, перестань ты так разговаривать. Он говорит, а вы-то кто? Ну, он меня, правда, на вы называет, слава богу. А вы-то, говорит, кто сам-то? Ну, кто я, действительно? Я говорю, я у тебя авторитета не ищу никакого. Так в том-то и дело, что и не найдешь у меня никакого авторитета. Я тоже и подкаблучник, и так далее. Забочусь только о доме своем. Я тут, когда Надежду Васильевну отшил, и мы с ней переговорили, и она потом говорит, а вот Игорь мне все рассказал, как ты обо мне отозвался. Вот это, ну, что я, женщина не должна учить. Подошла старый человек, ну, опытный в духовной жизни. Ты посмотри, сколько она Евангелие раздает, как она трудилась всегда. То, что в семье муж ее наставляет, это не твое ума дело. Ты, если доброе увидишь, бери. Ну, ты такого понахватался из этого, что женщины, они все безмозглые, как тараканы. Ну, в общем, короче, взял самое негодное, самое не то, что показывают людям по роликам. Как можно порочить? Я говорю, ты смотри, это духовный лидер среди сестер. Да и братьям многим поучиться надо. Как? Нет, бесполезно. Бабы, бабы будут меня еще учить. Женщине, это, сестре 80 лет. Написано в Библии, чтобы учили молодых любить мужей, любить детей. Он еще этого ничего, он ни жен не умеет любить, ни сестер, ни детей он не может любить, ни собак, ни кошек, никого. Ни мышек, никого не может любить, и туда же еще. Говорит, с таким рылом в калашный ряд. Это такое, рядом со мной такое гнездилось. И он мне говорит, я говорю, мы с тобой душа в душу жили 4 сезона, работали вместе. А он мне говорит, да кто вам сказал, что душа в душу? И так еще, как Саша от муха такой. И я терпел. Он терпел. Я к нему, чуть ли не как к самому дорогому человеку, все самое лучшее, самое вкусное. Что там, работа какая-то непосильная была, работа которую он знает. Так он меня этой работой начал тыкать. Просто он рисовал карты только. Ну, он рисовал на компьютере, молодец. Но он сам много там научился. И он тебя этим упрекнул. И он меня этим упрекнул. Главное, ни с того, ни с сего. Мы там сидели, ну и цифры. Я ему цифры читаю, чтобы было быстрее, чтобы он по времени. А он печатает. Я смотрю, там цифра 665. Я говорю, о, сейчас цифра такая будет. Роман Малыш аж подпрыгнет. А он мне говорит, а вы-то сами как бы не подпрыгнули, когда я вам перестану помогать. Вот так. Я говорю, подожди стойко. А при чем здесь это? А при чем здесь Роман Малыш? Ага. Я говорю, ну тут число 665, а Роман Малыш 666 и эти цифры все. Он, ну и что? То есть он, тут никакого юмора нет. Он на полном, я вижу, он на полном серьезе меня не понял, ничего. А у него юмора нет. Ему только к старообрядцам идти. Я это понял, вот перед его отъездом, что у него нет вообще никакого юмора. Никакого. Он, если говорит, это все на полном серьезе. И я вспомнил за все четыре вот этих сезона, сколько мы с ним по полгода работали, я все время думал, что парень-то с юмором. И он что-нибудь скажет и замолчит дальше, что-то не говорит. Я думаю, ну это юмор. Я это понимаю, молодец, юморной парень. А он это все, оказывается, применял ко мне на полном серьезе, по полной программе. А я ему с ним разговариваю, как с человеком, который, ну, духовно хочет расти. Он мне потом, едем и он говорит, а мне Надежда Васильевна тут сказала, что это вы мой разговор с вами передали, когда я рассказывал, что она ко мне подошла. Я говорю, а что, какая тайна, ну и что. Я же тоже могу сейчас о вас кое-что рассказать. Я говорю, а что ты можешь больше рассказать, чем я на исповеди говорю. Да. Ну, говори, что. Он говорит, ну вот то, что у вас это не одна женщина была. Зачем вы, говорит, этим хвастаетесь? Я говорю, это значит... Я не могу, я камеру уронил. Это ты, значит, так это все воспринял? И что я там хвастался? Я что там рассказывал о каких-то великих победах? Или говорил о порочной жизни, которую вести не надо? Ну, я не буду говорить, о чем он мне рассказывал. Он тоже, тоже мне кое-что рассказывал. И что, какое тут хвастовство тогда? Да, но я не стал ему это говорить. И что я буду, зачем до этого склоняться? У каждого свои грехи были когда-то. Тем более, что эти воспоминания... Но я понимаю, почему он женщин вспомнил. Потому что он сейчас посмотрел нас. Как кланяются же... А Сереже... Я Сергею это рассказал. Он говорит, а как клиру тогда стоять? Ну, вот стоит клир. Все кланяются. Они обязаны кланяться тоже. Это нормально, что в клире стоят сестры, которые поют, там, молодые, старые, там, любые. И они кланяются. Но они кланяются... Он что, что-то воображает на поклонах, что ли? Ну, он же... Да. Он же про это говорил. Я вам что и рассказываю. Вот стоят они и кланяются. Вот они поклонились. Клир впереди. Он говорит, или перемените братьев, чтобы они там были, чтобы мы не видели женских задов, которые нам тут кланяются перед глазами. А Сережа говорит, а как тогда они должны? Боком, что ли, стоять? Я говорю, ну, боком это еще будет суровее, наверное. Еще больше спереди, сзади будет выделяться. Тут хоть не понятно, а тут всякий бой от конфигурации. Можно, не знаю, поползнуться даже, наверное. Вообще у Мишкам-то куда-то тронуться. Да нет, говорит, перенести вообще куда-то туда. А, за ширму спрячьте, говорит. За ширму их спрячьте. Мало того, что перегородка батюшка бедного там, он один там не знает, помочь ему никак нельзя-то. Все смотрят. Даже некоторые не знают, что батюшка коленопреклонно молится в алтаре. У нас некоторые не знают этого. Сестры древние уже. Я говорю, молятся? А ты откуда знаешь? На заре, говорю, своей верой меня в алтарь тоже затащили, я там тоже помогал, кадил, все-все. Ну, делал то, что и подъяканы делают. Поэтому я видел, что батя... И он, когда первый раз на священник упал, с кад... А я кадила держу. Я думаю, а мне-то тоже надо, наверное, падать. А куда кадила держать? И тоже упал вот так, кадила держу. И вот пытаюсь там что-то... Тогда у меня еще растяжка неплохая была. А потом мне священник говорит, ты это, можешь спокойно стоять, молиться. Типа, ты же такое дело делаешь важное, кадила держишь. А тут вообще всех за ширму. Так давайте друг друга... Да кстати, у Василия Великого так и было, стена разделительная между мужчинами и женщинами, чтобы не смотрели друг на друга. Ну, ладно. Было, не было там. Мы христиане. И это... Если ты рожденный свыше, тебя что теперь нужно? Только одно правило есть такое. Вот если епископа есть с дачи, он туда приезжает, и которые женщины обихаживают все, надо их прятать. Женщину убирать, что нельзя. Я говорю, это послезимний, ну, такой не особо активный период, а весной кобылы кровятся. То есть течкоют, и он на кобылу заскакивает. Я говорю, как будто бы архиерей какой-то застоялый, ну, производитель жеребец явился, и всех же он прятают. Прятают, прям устав такой есть. А то кто же он такой-то? Так и теперь на улицу-то вышел. Вся природа все об этом говорит. Любая муха на мухе верхом едет. И ты что будешь думать теперь? И звери, и птицы, и все чувствуют весну, продолжение жизни, начало. Трава вырастает. Но когда выйдешься, как ты будешь? Так вот, представьте, за 27 лет у нас даже в мыслях этого не было. Такая чистота, такой порядок, так одеты, малые дети, все по форме. Я сразу вспомнил, что... Ну, говорит там Володя Устинов, ну, это, Андрей. Ну, ты, говорит, стоишь-то, ты смотришь вперед-то. Ну, глаза-то маленько, ты зрачки-то поворачиваешь где-то, или как? Так ты видишь налево, а там налево одни девчата стоят, значит, ты еще и другим можешь... А мальчики стоят, да некоторые сегодня за мальчика дают больше, чем за девочку. Ну, я даже не подумал, молодец, Андрей, хорошо. За этим очень многое стоит. Мы сейчас вступили с ним в переговоры. Он когда уезжал, я ему сказал, Никита, он, я хочу быть там самостоятельным, у меня там никуда. Я говорю, хорошо. Что время у тебя не тратилось, здесь будут готовить, и ты приходи, поешь и все, и бесплатно. Четыре месяца мы там находим, четыре месяца, питание, бесплатно. Пообедал, поблагодарил, ушел, ничего, дальше нет, тебя не трогают. Но чтобы ты дом обиходил. В крыше дыра вот такая вот над крыльцом. И он до доски так и не прибил, и снег весь валится. Он в этот дом гвоздя не забил еще. И больше ничего нет. С чего начать? Он там советовался, какого? Верблюда завести или страуса. Ну, ему сказали, цыплят. Он там сорок штук, кажется, завел цыплят, куриных-то. Больше ничего нет. И на русской печи мной сложены, их там держат сейчас, подогревают где-то. А я вспомнил сразу Сократа, мудреца, когда обвиняли кто-то. Ну, а когда обвиняют, за все цепляются. У тебя штаны в заплатах на меня, говорит. Вот у него тоже. А у тебя пуще глаза, как у него. А он говорит, ребята, глаза для чего даны? Ну, смотреть. Смотреть на что? На все, что вокруг. Но не на то, чтобы на них смотрели-то. Ну, да. Так вот, у вас глаза во въяминах, они видят только чуть вперед и чуть в сторону. У меня глаза, как у рака. Выше, ну, как у бегемота, у лягушки. И поэтому мои глаза, говорят, выпущены, а они далеко видят. Он такой, у Никиты-то наоборот. Он теперь... Ему как сделать? У лошадей вот эти шоры, называются, пришивает ременные-то. И лошадь, чтобы никуда не боялась, она только знала вперед бежать. Шоры-то ему надо шить. И при том, сколько людей приходит, и иногда у нас бывает много, целый храм. И мы что должны теперь делать? Куда девать-то? Когда приехали хористы вместе с митрополитом, и они поют, стоят, а он стоит здесь сзади. Не надо голову поворачивать, их вот они где. Мы снимаем. А снимаем снимки, фильмы-то все смотрят. Теперь, где они кланяются? Так что, кланяться нельзя? Я не знал, что поклоны его смущают. Ужас какой-то. Так это, помните, как грибоеды... Да он все-все воображает каким-то быком и коровой, телки перед ним. Грибоедов, как заходил к падишаху, когда сказали, зайдешь к персидскому хану-то, надо с поклоном, и дверь низкая. И он все придумал, он задом зашел, и поклонился в ту сторону, получается. Так и Никите надо разворачиваться и кланяться на всех тогда туда, в ту сторону, и все. И вопрос решился, все на алтаре, а он пускай туда кланится. Я уже все решил это, уже написал, сегодня батюшке позвонил. В храм его внутрь не пускать. А в притворе пусть стоит, все слышно, ему не за чем. А перед ним устав пусть считает. Да. Заранее напишет что-то из Библии и считает. Не заходить, одного. Одного туда, и все остальное стоит на месте. У нас все по форме одеты. А что? Никого не смущают, никакие зады. Да как смущать-то? Тут красота приезжает. Разные там РИА Новости такие. Фотографы едут, журналисты, представители прессы. И никто никогда только удивляет. Как вы могли восстановить древнерусские обычаи? Так все благочестиво. Не то, что как у старобрядцев. Девчонка полголова открыта. Полголовы. У нас все до одной, даже младенец на руках и тот по форме одетый. И к нам претензии иметь это насмешка. И опять же, простите, у нас же алтарь далеко вынесен. Да. За клир даже он. Клир вот там стоит, а алтарь здесь в центре считай. Да. И митрополит сам заходит сюда, стоит. Священники стоят. Тоже они сколько можно там кланяются. Ну там они не в пол, но кланяются. И клир-то перед ними стоит. Клир-то к ним не обращен. Он на алтарь. И кланяются. И митрополит не сказал, а что у вас тут женщины с задами? Никто, ни один священник. Так не женщины виноваты, а только зад у них. Ну, понятное дело. И все. Ну а что еще? Зады убрать что ли? Это вообще... Да я приехал по этому поговорить об этом вопросе. Ну а раз уже все решено, я просто не загляну. Это вы на собрании, на собрании, где собрание трудно закачать. И мне потом привезут и отдельно выставлю тогда. Потому что вы у нас герой сейчас. То, что вы его туда определили, замечательно. Это было вчера, и Володя все записал. Но этот новый видеоаппарат, они сколько там, минут 30 и обрывают. И получилось два ролика. Так-то бы один. Ну ничего, ладно, беды-то никакой нет. Его не то, чтобы поддержать, а теперь только уговаривают. Ну почему ты не посоветовался где-то? А он что-то там начал, то другое. Ну ты же видишь, когда заходит. И перед храмом, когда заходит. Куда тебя спрятать-то? Лекарства есть одно. Женись и все. Да, больше всего. Погаси. Как не стоит. Андрей Кураев-то и говорит. Вот я рассмотрел, говорит, тысячи лет России. Ни одного человека, мирянина из мира, который неправильно назвали, но мирянина, не монаха, канонизировано ни одного, если он не был казнен. Ни одного. Царство Божие – это монашеское царство. И вот он тут расспрашивает, как люди жили. Семейно. Допустим, человек, почему не показать? Жил, исполнял заповеди, ходил в храм. Работал. На таможенные службы не брал взяток. Это же святость. Конечно. А эти государственные монастырии всю жизнь с анонизмом боролись, говорит, и теперь святые. Это Андрей Кураев пишет. И вот здесь вчера, когда они выставляли где-то, а у него это было уже здесь. Тебе батюшка звонит. А в последнее время почему у тебя не было его здесь Никиту? А он ушел. Он последние месяцы у меня уже не был. Почему? Он начал хамить до такой степени. Я его остановил. Так, стой. Ты покажи сначала мне, где я тебе дал право или повод, чтобы так со мной разговаривать. Ты приехал, сколько звонил, я наконец разрешил тебе приехать познакомиться. Ты у меня живешь, моим всем питаешься, на моей койке спишь. Тут ничего нет. Тепло мое. Ты ни за что не платишь, ни за квартиру, ни за что нигде нету. И чего ради ты? От меня конкретно чего хочешь? А его, видимо, может быть, тронуло, что там Роман когда выступал, а то вы слушаетесь там. Там Игнатий, главное у вас. Я сбросил эту узду. Он узду сбросил. А без узды, значит, тебя другой будет обуздывать. Ну все уже. В наручниках и в своей стране будешь сидеть еще пять лет кряхтеть. А он теперь против меня там с Украины ищет, выставляет. А он здесь схватил и взблотнул. Против меня сказано, да ты у меня живешь, зачем тебя против меня собирать-то? Да мало того, еще и другим начал рассылать. А там мне говорят так. Я с чужого голоса говорю тут, что рассылал, не рассылал. Такое дело. Ну и здесь ушел. Куда ушел тут? Опять же к нашим людям. Платить за квартиру тонящим. Не поминай нигде, чтобы не было. Кому пошел. Я в курсе дело. А там приняли и сказали ему. Мы тебя примем. Но одно условие. Чтобы ты посещал все богослужения крестомодвиженской общины. Был на всех занятиях. Нигде не опаздывал. Тут люди-то какие еще бывают. Они члены нашей общины. Совсем-то. И он там жил. Дали комнату какую-то. И он там жил. И к нему старались лишнего не пускать. Он занимается, чтобы не мешали только. И вдруг он уезжает. Хозяев этим не сказал ни слова. Ах, так значит. Уехал даже ни спасибо, ни... Как наша мать говорила. Понятно. Понятно. Не наложить. Не положить что-то там хуже. Ни одного слова-то. Вернется, не вернется и узнала... Там женщина говорит, я только узнала, мне сообщают сейчас по интернету. Я только узнала, что его нет и он уехал-то. И ни одного слова не сказать. Это что такое? Я про себя сразу начинаю. А почему про себя? Я сравниваю. Я тебя называю, да ты... Смотри внимательно, слушай. 60-й год. Это сколько время прошло? Там остается 40 лет. 57 лет назад. Много. Я еще Евангелие не знал. И мне помогли, когда мы замерзали в горах, ползком мы ползли. И наконец подползли к первому дому. И я увидел, хозяйка свиньям несет еду. Я только прошептал, дай. Мы буквально умирали шли. Я в этой остановке был-то. Теперь, когда у меня появились книги, я поехал, нашел, где там психиатрию держали, где в Хабаровском... А в Барнауле... Вот где Хабаровск, где. До самой границы везде проехал. Кто в Барнауле? Директора. Всех до одного нашел. И всех отблагодарил книгами новыми. Я говорю, я несказанно разбогател, как и Иннокентий Сибиряков. Я говорю, страшно разбогател. Но я разбогател книгами. А ты никому, даже не сказал спасибо, ничего нету. И здесь вышел, пришел. Ну вот, когда с ним-то сейчас начали разбор-то, я вижу, ничего нельзя сделать. Его никак нет. Ну и маленько ему написал. То, что я тебе говорил, там, в деревне, все договоры ты сжег. Поэтому... Я говорю, Володя готовит, ты питаешься и уходишь. Так, Володя, отдели его отдельно в свой дом. Вместе не ночевать, он опасный. В этом состоянии он что угодно может сделать-то. Володя старший. Он сразу встал против Володиного старшинства. А почему он? Понятно. А ты же ничего не знаешь. Ну, гвоздя не знает, как забить. Гвоздя. У меня учились. Они приехали. Лишит инструмент, топоры, лопаты. Я говорю, это дерево надо срубить. Ты берет лопату, лопатой рубят. Один у меня был тут лопатой. Топора не видает. Он не видел никогда даже. Я не про Никиту говорю. Рядом с ним товарищ был один. Ну, и вот вчера я это посмотрел, до конца вижу. Нет. И сделать еще нельзя. Я сразу переговорил с батюшкой. Значит, остановить в притвор. И пока на этом все пойдет дальше. И теперь первое же собрание у каждой. И индивидуально попросишь прощения. Что ты там говорил им как-то-то. И станешь, ни одного слова чтоб не было. И хотя бы на неделю в интернет не заходить. Хотя бы одну неделю. Но он мне ответил. У меня сыпушки, ему по интернету надо их там кормить. Как еще давать-то? Да ты любой бабке спроси. Там у нас 92 года ей, Серафима Гавриловна. Там сыпушки-то куриные где-то. Мы сегодня маленько переписывались. Я выставляю события дня, всю переписку выставляю. Она будет там. Что дальше? Если у него никакого этого нету. Значит сюда вход ему будет запрещен. Вот где мы сейчас сидим. Здесь. На территорию. Заходить где храм и повернуть в храм. Даже я в туалет ему поставлю в предел не ходить. Не говоря о другом. А зачем ему по территории ходить? Если он враг. Он враг. Он все знает где ключи лежат. Где что. Зачем он нужен здесь? Здесь будешь только в коридоре. Внутрь храма не заходить. Повернись туда лицом, чтоб перед тобой ничего не было. Голая стена. И там написано бежать надо как. А ему говорят все. Это путь романа. Говорят на теперь. А он к нему относится видимо доверительно во всем. И путь то в общем то примерно такой же. Но сегодня он более мягко заговорил. И чуть ли не за него там где то маленько. А остальное все против. Что же он делает? Это даже явно что он разрывает с вами. Он жил один. У него навыка никакого нету. Как перекати поле был где. Я ему сказал. Теперь не добавил только одно. Он от общественных работ в уставе не отрекается. А Володя все делал один на тележке. Где там прорывы воды все делал. Его вообще никаких нету. Батюшка говорит. А где он? Даже не видит. А зачем ты тут нужен? Против устава. Против церковных. Против женщин. А у нас в основном женщины все. А зачем ты нужен то тогда? Когда у тебя ничего нету. Николая ни двора. Я не знаю сколько ему. 26 лет наверное уже. Ему 30 почти. Почти 30. Он говорит. Он мое стихотворение. Не мое стихотворение. Но я ему послал. Но если четверть века позади. А ты еще не звонок и не ярок. Еще не приготовил свой подарок. То от тебя подарка и не жди. Ему понравилось это. Но как он принял к себе не знаю. И он даже осмелился выставил своих друзей. Там где это наркотики там у него было. Все проще такое. И какие-то таблетки принимал он здесь был все. А мне говорят. Он у вас там кайфует. Он этой конопли у вас много. Он что-то из нее делает. Ну не знаю. Сейчас спрашивали там таблетки что-то. Ну это от чего-то как-то. Я не знаю. Есть ли такие таблетки чтобы заменяли наркотики. Конечно есть. Ну в общем я не знаю. Называются амфетамины. То что он там сейчас вот это сотворил. Это показано он никакой. Совершенно никакой. И хам. Вот он когда здесь у меня был. А батюшка сегодня звонит. Или вчера. А почему скажи Никита ушел. Я говорю хамить беспредельно. Там в прошлом году у нас был конфликт. Он режет помидоры. Я показал когда резать надо просто брать так и резать. На кубики не резать. Потому что это отдельно. Помидор на кубики? На кубики не резать. А зачем? Ну. Кто же их режет кубиками помидоры? Ну никак. Вот так режешь. Одна сторона маленькая. Понимаешь как? Плиточками срезалишь там. Да. Потом туда растительное масло. Соль. Чтобы тоненькие были они. Да да да. Чтобы она пропиталась там. Значит что? Лук. Масло растительное. Соль. Помидоры. Вот четыре компонента. А он стоит вот так. Я уже много раз говорю. Я зашел только на кухню там у Володи. В Володином доме. Никита. Ну а мы же говорили с тобой. Вот это вот. Он как психанул. Я остановился. Так подожди. Так дай-ка сюда. Больше не подходи к столу. Я буду сам резать. Смотри. Ты-то против меня так идешь. Ну да. Да как пища-то перевариваться будет. Так Володя. Готовьте на двоих. Я ушел. Я к вам приходить не буду. Моя борьба какая. Ему нравится здесь. Делать по-своему. В чужом доме. Тут уже о чем-то говорит. Ладно. Делай. Я ушел. И он впервые сделал правильно. То есть я дома там. У меня сухари. Я говорю есть. Там воды я достану. Я перешел на сухари и воду. А он тогда ушел к себе домой. Тогда я не буду есть. Вот это правильно. Ну когда я узнал. С ним переговорил. Он пришел. Ну я это понял вроде. Не понял что-то такое было-то. Я говорю значит претензий нет к этому. Нету. Ходи по одной плашке. Иначе упадешь. Как козлики на этом переходили. Ну и. И тогда он возвращается. И я возвратился. Тогда за одним столом опять. За одним столом даже сидеть нельзя. А как же я буду когда ты против-то. Мне это не надо. У меня живот болеть сразу начинает. Я даже не знаю. Она сидит рядом. Против имеет что-то. У меня живот сразу заболел. Это вот Бог же и так делает. Ну и мы все это переговорил. И нынче вот так же самое. Я ему что-то тут сейчас не помню что-то говорил. И как он сыграл. А после этого ни слова не говоря. Володя говорит. А он ушел совсем. Как ушел. Не сказал ничего. А он не говорил даже. Никогда не говорил. Я оттуда где был ушел. Никому не считаю. То есть так не делается. Так он и от меня так же уехал. Договорились с ним что придет последний раз. Его нету. Но я уже не стал даже звонить. Я Никите прошу прощения. Если ты говорил. А я не расслышал. Бывает так. Он вот говорил что я ухожу. А я не расслышал. Ну говорил ты что если я не расслышал. Ты для меня это не говорил. Ты бы мне сказал. Я ухожу там. То другое. Где как определенно. И никаких известий. Что ушел. В интернете бы сбросил. И период вечером то нет. Ворота запирать. Я ничего не знаю. Так не делается. То есть он совершенно не приспособлен. Он все так поставил. Он все так рассказал. Гладко. Что вроде как у вас договоренность всегда была. Что вот он. Чтобы он самостоятельно жил. И вот он тут теперь уже все это решилось. Я говорю. Что то было что ли. Да нет ничего не было. Все нормально. Все хорошо. Все. Я говорю. Ну оставайся у меня тут. Поживи немного. Это. Чтобы деньги то не платить. Может сестры где то. Нет нет нет. Нет там я у Ольги буду. Все. Только делов то. Ну. Ну вот смотри. Дальше то получается какая картина. Он уходит. Я совершенно ничего не знаю. Потом мне сообщают. Бежон приходит. Там начал начитывать. Скабардо. О самостоятельности. Я говорил не раз. Тебе вот это мешает. Что ты везде иждивенец. Иждивенец. Квартирант. Пришел. Ушел. Пришел. Ушел. Приходит. Все готово. Володя готовит. Ничего не было. Но тут факт такой. Сейчас я не могу точно сказать что тут было. Ну примерно так только. С Володей сколько он вместе живет. С нами вместе. Он уже года два то живет. Четыре. Четыре. И ни разу когда я его поучал. Говорится. Щунял как у нас говорят в Сибири. С потычкой. Он молчал. Но тут он так стал говорить. Что Володя первый раз таким голосом говорил с ним. Никита. Да ты что делаешь то. Да ты что делаешь. Да разве можно. Это Володя. Когда мы Володю знаем. Молчу. Он сидит свое дело делает. За детей рых. Никит. А тут он сразу. Видишь даже Володю он сорвал с обычного фундамента. Я говорю. Так не пойдет. Ты. Никого. Там Володю поставил. Поехали. Володя старше будет там. А почему он старше. А то у меня Волков был так же. Та же самая история. Та же самая похожесть. Но этого не юмора ничего нет. Только старообрядца мимо если где то. Не знаю. Сегодня мы маленько переговорили. И вот. Когда он сестер то здесь. Все это. Высказал он. Не так. Не такие. А что он. Не так. И там сестры все говорят. А как мы должны. Куда мы должны. А кто то я тогда в храм может быть не пойду. То есть он. Разрушитель. Теперь прямо можно сказать. Разрушитель. И. На этом он остановился пока. Вот вчера сказал. Володя сразу. Никита написал. Я это и хотел уйти. Теперь вопрос остался о бане. Запускать его и не впускать в баню. Остался один вопрос. Своё строй рядом дом. Строй. Ты же признаешь. Тебе свобода нужна. В свободе это и живи. Сам готовь. Ну. Продуктов я тебе буду пока давать. Пока ты окончательно не оборзеешь. Тогда и продуктов не буду давать. А зачем я тебе буду давать. Я лучше накормлю нищего. Ты экономь деньги. Никуда. А на деле. Себя прокорми. Жена может какая то будет у тебя. Теперь есть где тебе жениться. Заводить корову. Там лошадей. Верблюдов. Что хочешь. Полная свобода потеряевки. Но там получилось что он еще дальше поехал. Но пока на эту тему. Батюшка говорит. А почему дальше не продлили разговор. Ну вроде бы он попятился. У них там всего в трех дворах держат скотину. Это. У Лужкова ничего нету. Остается там Андрей Устинов. Женя Янчук. И Игорь Барабаш. Ну и почти через два дня третье. Через два дня третье это. И тогда сказали батюшка. Это же Алексей то не держит Устину. Он говорит. Ну я пойду иногда день. Никита ты свободен. Один день. Категорически. Но это общее дело. Ну давайте будем батюшка говорить. В соседнюю деревню за молоком ездить то. Но это общественное дело. Ты платишь. Тебе платят сколько. В соседней деревне меньше инженер получают. И полторы литры каждый день еще и молока. Ну. Ну будто бы он согласился почти. Как. Ну а как тогда. Мы ничего не успеваем делать. Это. Дальше разговор этот еще будет. Я Володе сказал. Вышли мне. Он говорит. Никак. Тут весь тариф у меня сожрал. Там очень дорого. Интернет. И никак. Ну тогда на диск запишешь. Я возьму. Вчера когда это. Они там были. Володя записывал. Тут же все это открыто. Ну и он когда Володя прислал мне это. Я тогда батюшке сказал. Вот такое дело. Ничего там такого нету. Все. Ну нормально. Я говорю. Я выставляю тогда. А еще. Польза какая. Я говорю. Большая польза. Сейчас 1900. Уже зашло. Восемьсот. Я сейчас поглядел. 1900. Для нас. За одну 1900. Для нас это уже много. Обычно там 300. 500. И то редко когда. Ну. Если бы их называли как то. Некоторые называют. Такого вы не увидите никогда. Картинку поставили. Слон стоит. И большой удар. Душит его. А там нет ни слона. Ничего. И люди лезут. За один день. Только поставили. 40 миллионов. Миллионов. Ну вообрази. А зашел я. И я туда же. Теперь отметился. Посмотреть как идут. А никого никто не душит. Ничего нету. Женщины идут голые. Ну видят только. Совершенно голые. И говорят. Они взорвали интернет. Чем они взорвали. Все фукнули громко. Или что. Да ничего это нельзя смотреть. Ничего оказывается. Ничего и нету. То есть завлечь. А зачем им. Ну растет за это реклама. Там кто то. Монетизация платит. А мы то ничего этого не имеем. Поэтому я называю в основном местами священного писания. Подходящее. Место писания. Надежда Васильевна пришла. Ага. Сидит он на скамеечку села. На скамеечке. Ага. 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 Подустала немножечко. Да вон на скамейке сидит. А вон я увидал. Ну вот так вот. Ну и как. Ты пришел меня оповестить что то там. Он говорил. Я пришел посоветоваться. С Мариной мы посоветовались уже. Дело все в том что он же давно там начал вести эту уже. Пропаганду анти женскую. Анти бабью. Я. А я думаю почему он никогда не благодарит Марину что она приготовила. Она же вкуснейше готовит. Ему это нравится. Как она борщи готовит. Второе. Подливы. Рыбу. Я говорю. Никита а что ты никогда не поблагодарил. А что мне благодарить. Я работаю здесь. Деньги. Деньги заплатил. Ну я кое что с него беру за еду. Потому что он же зарабатывает деньги. Я думал. У него какое то чувство. Ну. Тешился иллюзия. Чувство благодарности. Что он зимой. Не где то прозябает. Ну все таки. Находится в тепле. Ну там. Может. Читаем слово божье. Иной раз рассуждаем. Что то там по интернету. Я же его там не гоняюсь. Шибко. И он сидит там. Делает нужную. Посильную работу. И мне как бы нормально. Так ему и деньги платят тоже. Нормальные. За каждый день. Что он там отсидел. Ему. Ему платят. Нормальные деньги. Ну не буду говорить сколько. А то скажут. Начну там мало. Много. Ну. Ему хватает. А он оказывается. А что это за деньги. Такой. А что это ты мне за деньги. Ну. Я совсем потерял. Римлян первая глава говорит. Что будут люди неблагодарны. Там. Одно из качеств. Непримиримы. Немилостивы. Вот. Такими. Он говорит. Были некогда такими. Ну. Сереже сказал я это. Сергию. Он говорит. Ну и сказал какую сумму он получает. Он говорит. Ну это правда немного. Я говорю. Сережа я вижу ты тоже очень хорошо живешь. Я посмотрю как он будет получать живые деньги. Не просто там цыпушки будут у него. Индюшки у него там будет. Молоко. Что. А как он из этого получит деньги. Да. И когда он первую деньгу получит. И тогда начнет уже сравнивать как ему доставались те деньги. И все поймет. Да. И все увидит сам. А сейчас он. Я говорю. Никита. Ты не битый. Нисколько не катанный. Не матанный. Ничего ты не знаешь. Ни голода. Ни. 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 Какого то поношения. Ты ничего не знаешь. Я. Ни работы такой что ты. Или в усмерть замерз. Или в усмерть устал. А я вот там. Игнать Сыгнатьян Тихоновичем. Я там. Как. Лучше чем эти спецназовцы. Я там. Вот такой. Крепкий мощный. А что он там делал. Крепкий мощный. Ну то что забивали. Они там. Садили. Он считает что это. Он считает что это. Пруды делали. Ну и слава богу ты обязан это делать. Он считает что он переработал. А иначе мы зачем там нужны. Мы свое дело там делали. Тут главное у него. Это не благодарность и хамство. Да. И все это переросло в то что. Его не оценили. Не оценили. Не долюбили. Я говорю. Ты бы к маме поехал. Уже. Мама тебя любит. Устроишься там на работу. И работай там на Украине. И все. И все встанет сразу на места. И ты там. Увидишь. Что был. Каким ты был здесь. А если там еще женишься. Скорее всего конечно женишься. То дети твои. Они тебе все покажут какой ты был. Мал. Хороший ты был. Или гад. Все то ты увидишь сам. А сейчас пока. Ну что с тобой разговаривать. Он. Для меня даже не ребенок. Он. Не знаю. Злобный какой то щенок. Который пытается укусить. Все что то покусать. Как ты. Кус. Руку. Руки кусает. Тех которые ему дают. Это. Невероятно просто. Наших сестер поносить. Братьев поносить. Поносно. Гниль. Мразь. Эти подкаблучники. Это не просто против себя настроить всех. Это Бога против себя настроить. Да. Такое говорить о людях. Которые тебя окружают здесь. Ну и. Я не буду говорить что он засланный. Или еще что нибудь. Это не по мне. Не засланный человек. Нет. Он был искренне такой. Но тупой. Я плохо расслышал. Ты засланный или засланный он. Я не понял. Ну вы говорите засланный. Засланный. Засланный Роман. Сейчас это. Марина. Я говорю. Марина. Думаешь Никита тоже засланный. Она говорит. Да нет. Он просто дурак. Я говорю. Так и есть. Он по дуре сюда приехал. Ничего не зная. Я его спрашивал. Ты как себе представляешь здесь жизнь. Ну он как бы. Гы 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 гы. Непонятно. Я говорю. Ну ты представляешь что ты сюда приезжаешь. Тут все строим. Ходят на благовестие. Все вместе тут живут. Питаются. Ну да. Типа такого. А тут все оказывается по разности. Каждый живет. Так она. Я говорю. Это и есть община. Мы собираемся на общее дело. Литургия. Собираемся вокруг храма божьего. Вокруг христа собираемся здесь. Вот мы. Главное то что. А не то что. Как ты там на халявку где то перекусишь или нет. И всю жизнь так. Я говорю. Ты же должен думать. Что ты дальше то будешь делать. В деревне тебе не жизнь. Он как бы сильно в деревне не хочет. Там нужно. Жена нужна. Ты один там не вытянешь. Ты дурь такую начнешь. Это ему тогда говорил еще 3 года назад. Или 4. Сейчас все вылилось оно в это. Но я не думал что он так к женщинам. У нас как то с Мариной мы на него смотрели. Я как говорю Марине говорю. Ну видишь парень. Работает. Исполняет. А он просто молчал. Терпел оказывается. Что бы это потом высказать. Ну были такие догадки у меня. Но я же не могу все время подозревать всех. Она говорит. Ну главное ему сейчас жениться. Марина. Главное жениться. Но я не буду в этом участвовать. На свате может. Ну да. На свате же. Я не буду в этом участвовать. Пока его хорошо не узнают. И вот она. Она. Слава тебе Господи. Что я ничего не стал ей говорить. Никите. Ну там. Вот бы она делала. Надела бы делов. Кошмар. А он оказывается. Уже в тайне. Смотрел на все это. Вот. На жизнь здесь. И вашу тоже в том числе. Жизнь конечно. И все это он смотрел. Смотрел. И у него выводы. Не просто какие то противоположные. А до такой степени глупые. И демонические. Это просто кошмар. И я ему последнее время говорю. Ты говорю. Чего так много говоришь. О разных. Ну. Членах. Человеческих. Тела. Зачем ты их повторяешь все время. Или там что то такое. Я говорю. Ты перестань это делать. А то еще у меня там девчонки. И это. Они там. Туда сюда ходят. По квартире. Бывает он там тоже работает. И что нибудь он начинает громко говорить. Что нибудь у тебя разбрякнет. Я говорю. Ты зачем говоришь. Тут девчата ходят. Дверь уже закроют. Я говорю. Ты мне можешь что то сказать. Что ты хотел сказать этим. А он ничего не знает. Но Игнат Тихонович говорил там про пятаки нарубленные. У Сергия там. О чем говорил. Ну. Когда с Зиной там это было. Вы сказали. Сон приснился. На пятаки нарубленные вам поднесли. На. Ешь. Помните. Сон. Ну вы рассказывали его. И это. Ну у вас это записано тоже. И он. Он же говорил. Я говорю. Ты кого сравниваешь то. С себя Игнатина. А что такого. Я что. Я уже герой. Я говорю. Ты вообще ничего не понимаешь. Ничего не знаешь. И он начал меня проверять. Знанием священного писания моего. А я сначала это не понял. Я думал как в юмор это. Или что. Он на полном серьезе проверял меня. Чтобы. Ну как бы. У него. Вместится. Вмещусь я как авторитетный человек. Или нет. Кто то идет. У него понятие об авторитете. Да. Кто то идет. Да. Мужчина какой то. Высокий. Ну да. И главное отключился. А то что то тут непонятно. Что она тут так. А я не знаю. Только он подошел. К воротам. В окно смотри. Я в окно смотрю. Пока нету его. Он прям в калитке подошел. И раз оно отключилось все. Даже странно мне стало это. Интересно. А что у меня тут это не срабатывает. Ты его увидел? Да. Я его увидел. Он в калитке подошел. Раз и картинка оборвалась. Интересно. Давайте я выйду посмотрю. Да. Не надо. Пойдет здесь то увидим. Там все заперто. Ну так. Ну ладно. Не отвлекайся. И потом маленько поглядывай. Да. Ну. Да. И тут у меня же советчица есть. Я начал с женой советоваться. Так. Ну давай просто так. Она говорит. Ну ему или жениться говорит. Или ему просто уходить из нашей общины. Потому что ну мы так порешили на совете нашем. Она говорит. Я буду говорить с батюшкой. Это вот было буквально несколько дней назад. В пятницу где-то. Приблизительно. И вот оно все. Что выглядит. А в интернете говорят. Он делает для того. Чтобы людям показать. Что я хотел. А меня выгнали. То есть он ищет способа. Чтобы его выгнали. И тогда он героем. Нет. Это не правда. Не надо ему приписывать это. Ему нет. Он ищет авторитета. Он хочет быть авторитетным. Как и Роман хотел быть авторитетным. Это называется амбиции. Вот мне Слава Волков. Зависть. Когда уходил. Он сказал. Почему у тебя нет амбиций. У тебя нет амбиций. Я говорю. Слава. Это не хорошее для христианина слово амбиция. Ты должен отвергнуться свое я. Амбиция. Говорит о полном поражении твоего всего существа. Плоти и души. Самостью. То что тебе и говорили. Вот это амбиция. Да. И вот он хочет выстроить авторитет. Чтобы у него был тут авторитет. Он мне ну. По 30 лет вы никто. А я вот здесь уже и проповедую. И благовестую. И все. И хожу. И вот я хочу быть как этот проповедник. Который стоит. Кричит везде. И так далее. Ну ты можешь кричать. И вон этот проповедник может кричать. Ну до чего докричаться дальше то просто. Ну покричал он немножко там. Покричал. Кричал он там. На площади. Стоял. Кричал. Раздавал Евангелие. Ну. Молодец. Рассказал о Христе. Кричал. Да. Его как бы полиция допрашивает. А ты не разговаривай. А только молись. И так. И сразу показывает. И в действительности полиция подходит. С ним разговаривает. Снимает. А он ни слова не говорит. Глаза к небу. Вот. Что я тут должен сейчас предвидеть. Что. Ну. Судя ваше мягкое сердце. Конечно вы что то можете. Какие то. Санкции. Как сейчас говорят. На Никиту наложить. Как на Сергия в свое время накладывали. Если выдержит. Как Сергий. Сергий три года не разговаривал в храме. Это невероятная санкция. Он ее выдержал. Это я сам видел. Если он начнет сейчас выдерживать. Придерживаться того. То есть никуда не ходить. Именно там молиться. Не выходить в интернет. То. Ну тогда может что то. Тогда я. У него совесть шевельнулась. Я тебе прошу одно. Когда это случится. Если дальше разговор. Соблаговолит. Присутствовать при этом. А. Мне. Знаешь как говорил этот. Мне тяжело здесь. Филипп Филиппович то. Он говорил. Доктору Барменталю. Останься со мной. Меня этот Шариков уже. Довел. Такой. Что интересно. Такие люди ищут винового. И вот тогда мы на Гордееве. Майку то просчитал я. И. Уменьшайся. Дубищуль. И вот так вот рука. Я. Я не поверил. Взял Зина и позвонил в университет. Она немецкий язык преподает. Потом племянница. Она в Германии живет. И языком владеет. Я говорю. Это правда что ли такое. А Зина так. Ну это знаете. Это вот вроде. Я навоз. Я говорю. Какой навоз. Дерьмо. Говно. Ну да. Я говно. А виноват ты вот так вот. И на майке все это нарисовано. А он надел и не знает. Он сразу снял и больше не стал надевать. Ну не знаю так. Кто то где то виноват. Ну давай по порядку. Так. Ты ко мне просился. Вот я вопрос ставлю. Да просился. Вот. Там у тебя не было ни друзей и никого. Ну получается так. Хотел по другому. Да. Мы тебе нравились. Да. Это одинаково. Романа и всем. Я наконец не сразу разрешил. Приехали. И теперь я для вас главный враг. Так зачем ты тогда нужен то здесь. Да. Я тебя таким не принимал. Мы за это время не изменились ни на грамму. Почему во первых это запечатлено в фильмах государственных. В четырех фильмах мы участники. Дальше. Это запечатлено в литературе. В газетах. В фильмах. В видео. Ну во всем. И люди у нас здесь такие есть. Ты разочаровался во мне. Никто не просил очаровываться. Что я тебе как-то подошел перед тобой. Стал поднимать там четырех килограмм. Нет. Ничего этого не было. Какой я был такой и есть. Тем более у православных. Я по православным нормам вполне прохожу. Что у меня в заплатах. Что я босиком хожу. Ну и там это посты соблюдаю это. Ну ряжку не ружью. Это нормально. Это нормально для православных там. Когда нападает сектант неверующий-то. Тут это понятно они. Вот ты не ходишь там что-то. Я сказал. В Великий пост я один раз на Масленку и на постальной неделе сходил. Я не ходил ни разу. А. А Надежда у меня несколько раз в день готова мыться. Там воняет где. От кого воняет то? Попробуй. Ну покажи какой запах. Никто не слышит. Почему? А ты святой поэтому. То есть. Надежда сильно у меня. Я не считаю себя святым то. Но Златоузга во время Великого Поста никто в баню не ходит. Никто. И речь видимо идет и о женщине. Ну как-то дома там какой-то тазик или что-то. Женщина она никак уже не может. А мужчина это. Какой пост когда ты намачиваешься. И там масло даже не разрешается здесь. Ну вот. Понятно нападки. А какие он ко мне имеет претензии. Допустим Никита то. Как-то угнетал его нет. Он снег помогал кидать когда снег был. Ну вот идет когда он не видит что. Голубь там где-то отдельно сидит и него нет. Что не залетел это корм кошкам. Что-то. А он голубь то ходил на мок у него слиплись крылья. То он не может подняться. Уже никак. Он мимо проходит и ничего нигде не видит. Закрыты были. Храм то закрытый нет. А я не видит. То есть он не видит. Вот это я его пытался сделать не квартирантом. Вот смотри как это. Ты вот с этой стороны видишь вот выпало. Я говорю посмотри Игорь что сделал. Пропенил весь дом и там. А то вообразить нельзя. Сколько же пены. Бочки наверное было. Он пенил и пенил. Это твоя работа. Это твоя. Смотри как он. Так я окна пропенил в храме и здесь тоже везде. Ну ну ну. Вот это. Ну мне помогали сестры. То есть надо же вытаскивать было рамы там. Чистить мыть это все. Вот это. Понятно. А так пенить то не долго. Ну ты видел я сейчас хочу сказать. Когда стали говорить батюшка. Что там. Ты же сказал что там трудно дышать и то другое. Да нет. Надя Дмух это сидит и. Да нет. Игнатий не разреши ты. Я когда все разузнал и разрешил. Так она мне кинулась целовать. То есть. Я не в застывшей форме. Такие вещи которые спасения не касаются. Почему. Сказали что это будет незаметно где то там. Рамы не выставлять. Ничего не надо этого. Ну вот и все я согласился. Так она. Сколько она улыбалась смеялась и разрешил. Так это я вам рассказывал. Вы начали почему то про окна. А я говорю. А зачем вы все про окна говорите. Когда. Вентиляция то она не в окнах. Она. Или через потолок. Или через стену. У меня где я. А у вас что то. Занимался видеозаписью. У меня. Вот эта шибка была такой ширины вытащена. Специалист. Ну понятно. Мощный вентилятор. Гонит. Потому что. У меня там феромагнитного слоя было. Сколько. Ну понятно. Нам не надо таких. Завод. Ну представь себе. Десять магнитофонов. На скорости. В четыре раза больше. Которые слушать. Две дорожки. И круглосуточно. Месяц. Там такие шматья отлетают. Я эти магнитофоны знаю. Двенадцать десятых метров. Двенадцать квадратов. Все. По стенам взять. Тут и спальня. Тут и туалет. Тут и кухня. Тут и гостиная. Тут и мастерская. Ну чуть поменьше чем вот здесь. Ненамного. Ну поменьше. Двенадцать квадратов. Поменьше. 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 Пятнадцать кажется. А там одна даже. Перегородок нету. Так относительно вот это. Вот. Я сказал сегодня батюшке. Здесь будет стоять. Он тут то я. А он помягше сегодня разговаривал то. Что я сказал. Никитушка. А? Никитушка помягше. И мне говорит. Нетрудно стоять это. В коридоре это там. А зачем тебя смотреть то. А батюшка пойдет ты его увидишь. Не выглядывай сюда. Сестер наших не трожь. Мне это нетрудно. И. От Володи перейти он сейчас точно. Я что сказал. Он половину сразу выполнил. Так он что говорил. Вот все сестры которых. Короткие юбки. Я говорю. Ну с ними беседуют. Все беседуют. И я беседую. И с родителями. И с ними прям беседую. Хотя это очень сложно. Это надо так тонко подходить. Чтобы. Ты и маньяком в глазах их не видел. И. Благочестие показать. Сильно не. Нет. Чтобы не шаталось. Ага. И так далее. А вон. Им всем нужно пинка под жопу. Я говорю. Кого? Девчонкам? Ты о чем говоришь? Я говорю. Прям такой. Весть. Духовный такой. Я говорю. Ты. Уже что попало? Говорю. Лепишь. Ничего. Христианского нету. В твоих словах. У него какая-то. Пишет везде. Говорит. Это аутизм только такой. И дальше. Он там шизопренник. Что-то говорят. Он больной человек. Как Романа. Я ничего не могу сказать. Но знаешь что. Я ему сегодня показал. Ну как ты можешь. Вот это. Неблагодарным то быть. Столько везде. Столько ласки. Тебе. Внимания. Добра. Ты ходил где мылся. Татьяна Бога. Она обязательно толкает какие-то ягоды. Мороженое. Пирожки. Это все время готовит. Рыбу нам приносит. В воскресенье. Людмила Степановна. Это же все с нами ты ешь. И ни за что не платишь. Ни за электричество. Ни за вызов. Вывоз мусора. Ни за что. Нигде. Никак. Даже мне голубей тут двоих надо было держать. Я их не принес пока вы не приехали сюда. А когда приехали я до Нового года молчал. И после Нового года стал с вами разговаривать. Вы не разрешите мне голубей. Это моя комната. Вы не против что стал убеждать им. Как это хорошо. Утром рано. Петушка то нет. А голуби воркуют. Ну и согласились. Даже голубей у себя в комнате держать я без вашего ведома не посмел это делать. Что у меня жестокого ты видел то. Он не говорил жестоко. Это я так другие как бы. Нет. Не жестокость конечно нет. А вот я говорю. Знаешь Никита. Вот на меня какие обвинения идут. Одни говорят. Супер православный. Супер православный. Которого не обвинить ни в какой ересь. И кто говорит. Епископ. Который у нас был правящим архиереем 13 лет. В присутствии других епископов говорит. А то одно. А другие говорят. Иеретико. Роман там везде опубликовал. Игнатий Иеретико. Анафима там и прочее. Что это нормально? Местный архиерея сейчас дает характеристику. Никаких догматических и других там отступлений канонических у меня не обнаружено. Никто. Откуда ты взял ты бы это? А другой вот это говорит. Одни говорят. Да он женоненавистник такой. Они от него учились. А другие говорят. За каждой юбкой волочица волоком тащат. Но это взаимо истребляющее название. Друг друга. Одни говорят. О это юдофоб такой. Он против евреев. А другие. Жидам пархатам продался. Все на них работает. Понимаете. Я разный. Разный по обстановке. Ты вот что сделал там где-то. А сегодня мне. Вот она дополнительно. Я только знаю на молитве. Вот сегодня. Гляжу там один. Выступает архиерея. Спрашивает. Почему 40 поклонов. Господи помил. Он начинает. Лесовка. Бусинки. Он не знает. Архиепископ тут один. Его Петеримом назвали. В красной одежде. Все целуется там. С кем-то. Я посмотрел. Я говорю. Я тебе на любые вопросы отвечу. Я скорблю об этом. 40. Больше трех раз не надо повторять. Три раза. Три раза. Во всей Библии. Нигде нет даже три раза. Только два раза. Три раза говорится о храме. В обсудительном тоне. Храм Господь. Господи мой Господи. Все. Больше нет. Два раза. А то 40 раз. Это не о Господе. Не о помилы. Никто не думает. Это обман. Это фиксация. Ну и поэтому. Я не изменился. Ты к такому приехал. И ты настолько развился. Что ученик уже не подобен учителю. А превысил. Поэтому зачем. Я у тебя ученики не перейду. Сейчас это Сергий сказал. Я говорю. По-моему он хочет. Пророческое слово. Говорю. А что. Я говорю. Ученик не выше своего учителя. Да да. Я говорю. Он решил это опровергнуть. Библейское пророчество. Да. Стать выше. Вот я какой. Никому не подвластный. А вы еще мне говорите. А он и тебя. Мол. Ну. Ну. Как. И ты у него не в авторитете. Я говорю. Да я это знаю. Я никогда у него не был в авторитете. Потому что он приехал к вам. А почему ты решил. Тебя. Почему решил проверять. Меня почему. Знания твои. Да то я виноват. Ага. Ну. Есть тут некоторые. Виноват то я. Знаешь. Я ему сказал. Игорь так много знает. Ты. Ты так много можешь у него научиться. У нас Коля Шевченко тут один был. Ну. Все. Буквально. Всех артистов знает кто когда с кем. Он не понял. Чему он может от меня научиться. То что я ему говорил. От меня можно было учиться. Он это не воспринял никак. Он это даже не понял. Ну. Мы с вами в нормальных отношениях. 14 лет. И я живу отдельно. И жил с вами тут вместе. Но 14 лет. И мы ни разу с тобой не подрались даже. В Потеряевке я тоже был. Вы меня знаете. И в Потеряевке я там был. Да. И не по одному дню был. И месяц я там был в Потеряевке. То есть. Меня можно было узнать легко. Какой я есть. И так далее. И я могу сказать что. Единственный человек который вам противоречит. Будем так говорить. Это опять я. Ну. Мы с вами вот. Собираемся. Садимся перед камерами. Или просто садимся на скамейки где-то. Беседуем. И я наслаждаюсь вашей духовной речью. Духовными беседами. И мудростью духовной. Которую вам Господь дал. Я наслаждаюсь этим. Мне это нравится. Но. Ну. Я многое не понимаю. Кое-что я не принимаю. Допустим. Рыбу жареную вы сказали не есть. Я все равно я ем. Вы там просыпаетесь. Ты подожди. А со мной все попрят. 4.40. Я в 4.40 не просыпаюсь. А рыбе сказали. Да. Я не говорил что ее нельзя есть. Я сказал на масле не жарить. Ты одно слово упустил. На масле да жарить. То есть на воде жарю. А потом когда снимешь. Тут налей масло хоть сверху. Да 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 да. А что тут не понимать то. Оно вредно. Да нет. Ну вредно. А я вот. Термической обработки. Нынешнее растительное масло не поддается. А я все равно делаю. Это желудок. Рак кишечника или желудка. Хорошо. У меня сколько было знакомых. Это нарушали. Все до одного от рака умерли. Желудка. Ну на свай курит человек. Рак щеки. Курит рак легкий. Его не курят на свай. А жуют. За щеку кладут. За щеку кладут. Я это не видел даже. Это. Да сейчас везде. Так второе. Какое ты еще со мной не согласен то. Ну просыпаться в 4.40. 4.40. Это очень хорошо. Да хорошо. Нормально просыпаться. В лагере 10 в 5. В 20 минут привести себя в порядок. Обслужить. Желательно конечно просыпаться раньше на многое. Да. Чтобы можно было читать Слово Божие. Тогда никто не мешает. Ну великолепно. А ты слышал про этот татарин один. Я фамилию точно не скажу где-то. И он там держал всякую скотину. Продавал и покупал автобусы. Кажется 68 автобусов купил для детских садов. Это было при советской власти еще. Да. В это. В Татарстане. Угу. И он там на базаре где-то увидел там свалка какая. Он оформил ее на себя. Разгладил. И теперь сделал стоянку. И они двое с сыном только живут. И показано. Когда инфляция-то началась вот эта. Он это на перегоне на этом был. Там в тазике показывал. Хранил деньги дома. И он вставал всегда в 3 часа. Татарин. Так ему там. Что это. Свой это. Президента. Построили. Или как создали. Телега едет. Лошадь натуральную величину. Ребятишки садятся на телегу. Ну все это такое. Железное. Вот это я понимаю человек. Или по другому. Там армянин. Я их именно не очень хорошо знаю. Он был кажется чуть ли не тринадцатикратный чемпион. По подводному плаванию где-то. И однажды там автобус сорвался. И в воду упал. А там метров двадцать что ли было. Да нет нет не двадцать. Семнадцать или что-то. Нет нет нет. А сколько? Нет нет. Там четыре или шесть такое. Это. Это другое стуще может быть. Нет нет. Это именно. Не двадцать метров нет. Ну не двадцать. Он бы не смог их спасти. Всех. Всех. Последний раз он вынырнул в сиденье. Оторвал и вытащил сиденье. Он уже не знал ничто. И он потерял теперь все качества. Он долго болел. Вода то как холодная. Ну понятно. Там не с водой связано. С давлением. А? С давлением связано. С давлением. Ну да. Внутренние органы. Легкие повредили сосуды. Сколько раз. Он вытаскивал бы то. А он с тормозов сорвался. Двадцать или восемнадцать. Я не помню. Не не знаю. Раз он нырял. Это можно зарядить. Там и сразу его выкинут. Я понимаю. Вот это. Люди. Которые можно подражать. И вот когда-нибудь. Это олимпийские игры были. Ему дали нести этот факел. Вот так. Потом дальше. С Виктором Савченко. Я был против того. Чтобы он бросал семью. И мы с вами два года назад говорили об этом. Что бросал? Семью. Чтобы он свою бросал. Ага. Я был против этого. Я прекрасно понимал. После того. Как вы с Жанной обошлись. Очень мягко. Змеёй. Назвав её. И родители её. Ясно. Что она. Ну. Не будет жить. Ну. Где вы. Рядом. Она обиделась просто. Ну. Взятки. С неё. Гладкие взятки. Потому что. Ну кто она такая. Француженка. Приехала сюда. Сразу попала под доковальню. Ну что сделаешь. Всё понятно. Мне. Мне лично всё понятно. Вам если нет. Мне понятно. Я поэтому сказал. Пускай он езжает туда. А вы сказали. Только безумный может сказать. И говорит. Запомни этот день. Вы помните этот день? Какой это был день? Ну какой. Это было второе мая тысячи. Две тысячи шестнадцатого года. У. И вы мне ни разу его не напомнили. Потому что. Прошло два года. А Виктор. Уже там. Во Франции. Ну правда. Единственный момент. У него уже скоро двое будет детей. А не один. Поэтому. Что я могу сказать. Я. Моя мысль была такова. Он едет во Францию туда. Там. Показывает. Какой он есть. А что Виктор покажет себя. Не сомневаюсь. Мама. У неё. Верующая тоже. Ну. Ходит в церковь. В всяком случае. Она полюбит просто своего зятя. И в дальнейшем. Виктор уже не будет подкаблучником. И он может сюда уже приехать. В Россию. Вот. Мои. Какие были мысли. То есть. Ну. Стандартные мысли. У вас совершенно не стандартные. У вас такие. С ней полностью порывай. Пускай она там у себя. Во Франции. Растит француженку. А ты здесь занимайся духовными делами. Всё. Ну. Тоже благочестивая мысль. Невероятно. Кроме одного. Он же венчанный. Причем. Познакомился через вашу. Миссионерскую поездку. Вместе с вами. Поэтому. Ничего тут безумного не было. А чтобы. Ну. Можно было воспитывать ему. В православном духе. Своих детей. И показать что. Православный человек. Он всё таки. Имеет какие. Какую то честь. И достоинство. Ну. Будем говорить. Таким языком. Бюрократическим. Вот. Виктор всё показал это. И самое главное. То что они. Друг друга любят. Просто. Обыкновенная. Человеческая любовь. Чего. Ну. Может кто то и не знает. Что она есть. От этой любви. Вот. Родились у них. Дети. Что теперь сделаешь. А дети должны иметь. Родителей своих. По другому. Никак. У вас же другая мысль совсем была. Правильно? Я знал только одно. Ни в Библии. Нигде нет примера такого. Чтобы жена убежала. А муж бы. И туда. И ехал за ней. Бросая всё. Такого нет примера. Нигде. Я про это сказал. Опять мы с вами. Одно да потому. Никуда она не убегала. Её тут не приняли. Она не получила. Ни визы. Ничего она не получила. У неё даже не было медицинского страхования. Она не могла нигде устроиться здесь. Чтобы родить дочь свою. Её нигде не принимали. Говорили. Бумагу. Бумагу. Марина пошла ей делать полюс. Ей сказали. Полюс у вас будет действителен. На два месяца. После этого. А ей рожать через три. А дальше что делать? Ну как-нибудь может быть. Ну в стоге сена может быть. Как-нибудь. Ну в какой-то норке. Ну как-то же рожали. Где-то. Когда-то. Ну нормально. А там во Франции. Её с распростёртыми объятиями. Приняли в клинике. Родила. Дали пособие. Всё. Растят. Может быть у нас что-то не так. Может быть. Всё-таки не она виновата. У нас очень хорошее с ней отношение было. Когда приезжала в этот раз. Очень хорошее. У неё сейчас будет хорошее. Если вы не будете её обзывать. А я её не обзывал даже. Ничего себе. Змеёй назвать. Ну где я назвал. Скажи как я её назвал. Змеёй. Так назвал. Так и назвали. Пришли сначала братьев сказали. Что это они три змеи. Потом подумали и сказали. Эй нет. Ладно. Вы тут рядом. Пойдёмте все. Пришли к Виктору. И назвали её. Почему он про змей то говорил. А с чего ради. Сон у вас приснился. Сон. Но даже не о ней речь нашла. Нигде называется. Я говорю не это ли. Когда уже там разногласия начались. Я пришёл и рассказал. Сон. А сон ни один суд не может принять в обвинение. Сон. То ли здесь я говорю у вас. То ли там. Но почему-то мысль такая пришла. Я её не называл змеёй. Нет. Не называл. Даже. Ну скажи подозревали сон. Ну. По сну похоже было на то. Я так сказал. А может быть вот эти вот. Которые там показал ещё рядом. До конца не могу сказать. Так а папа то её вообще тут при чём. Папа вообще француз. Его то как сюда можно было. Ладно её мама. Она что-то имеет к православию какое-то отношение. Ну папа он. Фабиос этот какой-то. Кто он там вообще. Итальянец. Или испанец. Никто не знает. Его то зачем. А кто сюда его говорил. Я даже не слышал. Ну а каких тогда три змеи. Да это же не. Ты совсем не понял даже. Это если против. Дайте ко мне. Я во первых. Давайте. Рассказывайте. Я не называл. Это выкинь из головы. Смотри. Второе. Противодействие оказывает. А не то что куда-то переехал. Ты чего ты взял. Я даже сейчас первый раз слышу. Что Фабиос куда-то поедет. Противодействие тому. Чтобы истина стояла на первом месте. А поистине так. Куда говорит иголка туда нитка. Я другого то ничего не говорил. Я только знал что. Убегала. Один раз. Одна наложница. От одного левита. И он пошел за ней. Один единственный случай. Чем закончился. Он ее домой довез. На 12 частей разрезанную. И началась бойня с эфремумом. Колено почти полностью истребили. Вот чем заканчивается. С Вениамином. Да. Вениамином. Да. Вот чем это заканчивается. Я про это и сказал. Это событие библейское. А чтобы это одобрялось или. Ну это даже и никак не годится. А что там делать. Чем занимаются. Ничем. Только может где-то после нее там что-то делать. На работе сходить. Ни языка не знает. Ни специальности. Никакой не там. Какое наше воспитание. Российское. Оно там совершенно другая программа. Там ничего нет. Там даже. Единицы другие. Там. И у нас пятерка. Как в Германии. А там единицы на первом месте. Пятерка хуже всех. А. Перевернуты? Да. В Германии там. А тут я не знаю сколько там у них. Какая больная система-то. Неправильно это. Я не имел в виду. Я сказал не это. Я пришел на рассмотрение. Сказал. Они бы осмотрели если так. Ну не какое-то. Да нет. Мы же не против. Все отпадает. У меня другой вариант был. А не эти. Которые у меня рядом. Которые против-то идут. Не называл. Я только предложил на рассмотрение. Почему сон меня так сильно тронул. Не от Бога ли он. А в дальнейшем я уже. Ну жизнь то показывает. Когда я вижу. Так оно и есть. Что люди стали противоречить истине. И она им не нужна. Речь шла об этом. И как они скрывали змеи. Я вот об этом думал. Я сон вижу все время. Почти часто. Я где-то с ректором с одним. С другим беседую. Я преподаю в университете. Много людей. Но я не удовлетворен. Почему один. У меня было одно время пять университетов. Пять институтов. Пять отделов милиции в городе. Городское УВД и краевое. И район отхваченное. Милиция. Никто не занимался. Один я только. Все воинские части в окрестности. Ну вообрази. Все заводы. Все паблики. КБ прокуратура. И мне все как будто не хватало. Что едва едва. У меня два с половиной часа уходило на сон. Два с половиной. Везде являлся с рюкзаками Библии. Тогда Библии не было. А у нас канал был наложен через Среднюю Азию. И оно где-то раз в десять дешевле чем в церкви было. Почему не хватало. Потому что я видел момент. В тюрьме. 18 лет только сотрудничаю. Идти по камерам. А там все время отнимают. Был знаешь как это было. Вот. Мне Бог это дал. Никому больше не было это доверенного. И другие районы я не знаю. Но не слышал даже. Чтоб столько. 13 школ. Академгородок. Три радиопрограммы регулярно веду. Одна онлайн идет. Часовая. Прямым эфиром. Каждое воскресенье. Тут коммунисты шумели. Это не профессорам. Никому столько не отдано. Как Лапкину. На каком основании. Он у меня. Для слова Божия нет. Уз. А там носом какой-то выступает. Коммунист. Это что за такое. Ну. Бог дал так. Вот. Поэтому я во сне вижу. Я стою разговариваю с ректором технического университета. 21 тысяча студентов. А народу. Я выйду. Народу везет. А во сне вижу. Вот. Чем занимаюсь. То у меня и есть. Я говорю. А вы не знаете. Вот этот университет то как. Да. Вроде тут слабенький. Так. А вот этот сильный университет. Я во сне. У меня. Разговариваю как будто это наяву. Один раз. Одному доказываю что-то. Он не верит. Я до того его. Сжалился. Заплакал. И во сне я лежу и плачу. У меня подушка иногда бокрая. Я лежу на спине и вот так вот показываю. Да вот же написано. И проснулся. В руках так поднято. И палец вот так показывает. Ну скажи кто такие сны видит то. А чем наполнено. А вот Лев Толстой говорит. Вот мне говорит. Подошел тут один барин. Помещик. Крупный. Старый уже стал то. И он когда уже ни к чему не пригодный. А ну называется покрыть кобылу. То есть совокупляется жеребец с кобылой. А у него кони есть. Это ну там собака. Развернуться задом. Стоят кошки. Там тоже. А жеребец это сильно расстрагивает человека. У него говорит старая. Говорит. У него все дрожит. И он когда лошади там гуляют на лугах. Он просил себя вывозить. И он ждал когда жеребец заскочит на кобылу. Вспомнить. А потом Льву Николаевич и говорит. Вот слушай Лев. Я сон видел какой. Вот иду. И мне надо идти там холмы какие-то. Ветер туда так дует. Я думаю зачем я туда пойду. Холмы большие. А я туда иду. А Лев Толстой говорит. Я его слушаю. И он говорит. Когда ближе-то подошел. Я понял. Эта женщина лежит. Это промежность ее затягивает. А Лев Толстой говорит. Вот это я поверю. Говорит. Зная его жизнь. Ноздря как Айтана или называется. Беляева. И он его увидел туда. Между двух холмов зашел. Это промежность. И туда и попал. Что? Да. Спрятался. Рассказывает про Льва Николаевича Толстого. Что? Вот так сон то. Какой он жил. Такой и есть. Да. Ну что. Все договорились. Да. Да. Договорились уже. Да. Вот. О чем говорится. Говорит человек. Так оно и есть. Так оно и сон такой же будет. Так и сон будет такой же. И вся жизнь в это видать направлена. У меня проповеди ночью. Проповеди. Стану. Беру карандаш и пишу. Кто что ночью говорил. У меня живое. Притом. А как вы мыслите. Да я что то думал. У меня нет. Я иду. У меня в предложение. С запятыми вы складывается мысль. Если бы я мог в это время говорить. То у меня проповедей было бы 10 тысяч. Не меньше. Верю. Я вас знаю. Вот это я верю. У вас есть 10 тысяч проповедей. При моей жизни больше намного. Интересно. Вот мы едем. Один прославленный. Протоиерей был здесь. Кандидат богословских наук. На него гонение было большое. Пивоваров отец Александр Иванович. В Новосибирске. Вот мы три брата у него учились. Проходили всю службу вести как. Ну то есть все семинарский курс мы у него проходили. Да я помню. И мы едем. Я сейчас не помню. Кажется троллейбус или автобус идет. И мы ну едем к храму. В храм. И нас сгоняет как то народ туда. К задним. Давайте. К задней стенке. Вот. И он мне говорит. Ну я то кто никакой. А вот сегодня у нас тема такая вечерняя. А я уже загляну. И я вот какие идут проповеди. Ну не проповеди. А чтение что евангельское это. Я уже не могу отстать этого. Я иду дорогой. У меня проповедь составляется. Такими необычными местами соединяется. То есть это. Это нельзя объяснить никак. И он это знал. И он говорит. Вот сегодня проповедь на это. Вот первое коринфянам там показывает. В пятнадцатой голове такое это. Вы как как бы проповедь сказали. И мы стоим в автобусе. И я ему говорю. Я уже как будто его не имею перед собой. И говорю проповедь. Вот что значит человек не тщеславный. Мы приходим. Стою в храме. Теперь ему проповедь. Он выходит. Полностью повторяет что ему сказал. Другой бы сказал. Он мне говорил. И я тут стою. И я ему что то сказать. Ну как говорят. Что там это. Ну да. Что я буду повторять. Ну там. Объедки там собирать. И так далее. Ну вот когда человек ворует чужое стихотворение. Как называется. Плагиат. А? Плагиат. Да вот плагиат. Он бы мог сказать плагиат. А он нет. Потому что оно ему внутрь проникло. Вот мы едем однажды с одним священником. А священник. Так и вы не против же этого. Я наоборот это стремлюсь делать. Конечно. А священник это образование мирское психиатр. Не психиатр. А психолог. И вот он. Мы едем дорогу. И у нас не согласие. Дух. Душа и тело. Да это лукавьёй. Война Яценевский. Я говорю. Ну и что. Вот это место он не берёт. Оно не согласовывается с этим. Он сидит. Мы едем дороги там. В тамбурь выйдем. Прямо сражение идёт. Ну не принимает. Я ушёл и молюсь. В это время там он стоит уже с другим человеком. В это время в нём всё переворачивается вот так. Человек священник. Протоиерей. Теперь когда мы сходим в город Санкт-Петербург. И там встреча. И тема эта возникла. И он теперь со мной он сражался. А с тем говорит моим голосом. Я зазомбировал его уходит. Как эти придурки-то наши говорят. Зазомбировал. А как его можно зомбировать? Психолог определил бы. И он теперь им доказывает, что не прав воин Яценевский был. Вот как надо. Как будто это я моим голосом. А как это может быть? Никак. Вот мы однажды. Я жил у них на квартире. В Америке. А у них архиерей жил. Маленько приболел. И мы каждое утро с ним гуляли. Гуляли. Я ему давал на проверку. Вот кислено православие. Тогда в отдельных газетах приходило. Крещение, покаяние. О русском языке. Кто там? Барабаш. Барабаш приехал. Ну-ка давай. Постой-ка. Снимай. 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 С миром. С миром. Христос воскресе. Войди на воскресе. Так. Собачки такие добрые. Погавка ли на тебя? Это они здороваются. Я их это погладил маленечко через стекло. Да. Они чуть стекло не прокусили. Они аж прям брыжут, как змеи. Ну что? Ну что? Просто заехал. Картошку Надежда Васильев не привез. Ага. Так. Ну ваша беседа то выставили мы? Уже выставили. Выставили за ночь. Без обрезов. Не. Я не умею делать. 1900 человек посмотрело уже. Ну и все понимают. Или больным называют его. Или это путь говорит. Собирай вещишки свои. За Романом следом. Ему. Уже другие советуют. Нет. Да, да, да. Он за одну минуту настроил всю деревню. Меня. Братскую и сестринскую. Именно мужчин и женщин. А меня как он тут настроил. Тоже да. Ничего себе. Последнюю неделю. У меня полный рост. Все братья мразь и гниль. Все подкаблучники. И я меня там тоже опустил. Я говорю. О, так ты до меня. До меня, говорю, добрался. Понятно. Значит, сегодня мы с ним переписывались. Я ему сказал. Вчера вечером написал. Сегодня. В храм не заходи. Стой только на правой стороне. В прихожей там, где уставы висят. Зачем тебе смотреть на женщин? Я же сказал ему. Для тебя индивидуально надо ширмочку сделать. Не надо ничего никаких. Ну, это так. Да, в глупости все это дело. Индивидуально ему туда. Притворот. Здорово. Пускай слышит одним ухом и все. А там стена будет. Одна написала мне Валентина Стартисон. И говорит. В одном храме видела. Вот такое сделано. На уровне груди. То другое. И внизу полка. А там буква П и Л пишется одинаково. Я посмотрел внизу. Там место есть для попки. Я считаю. Ну как же так. А тут. Полки. Для полки место то есть. Одно к другому. Одно к другому. Буква там вторая. Все таки надо же. Чуть не на первой неделе он уже вылупился. Неделя прошла. Да. Я думаю время пойдет. Затаится. Нет. Я говорю. Теперь от Володи уйди. Там не будешь. Готовь отдельно. Что с собой он езжал. Я говорю. Ты будешь питаться. Уходить. Весь все. Все ты сжег. Теперь по новой будем знакомиться. Ну ясно дело что ты не должен. Давай перечислять заслуги свои. Я тут работал. Вот пожалуйста. Только об этом сейчас мы тут решили. Мы приговорили. Да. Вот тут можешь посмотреть потом. Мы тут много чего. Он был здесь и работал. А что он тут работал то? Не здесь. В Потеряевке заслуги. Я же вам рассказывал. А то что здесь работал. У меня он. Ну на прудах работал да. И что дальше? Сегодня ехал. Повернул налево. Накорчено. Ну на первый мостик. Метров сто сто пятьдесят. Зверь. Я не понял кто. Свет такой у меня не очень хороший. Не то барсук. Не то бобер. 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 Я как то гампером его ударил. Ну и надо было или колесом или как то. Потом я обратно смотрю. В общем убежал. Он под машиной смотрю прогремело. Ну это бобер. Бобер. Где то в воду видимо. Его не пробить просто так. Так просто. Не. Да ты что. Его монтировка несколько раз по башке. Видимо не сильно он убежал. Енот выскочил. Ты же маленькая. Он там крутанул. И мужчина женщина там были. И оба погибли. Из-за енота. Поэтому как ехал как жал так и жарю. У нас хватит енотов здесь. И бобров. И бобров. И этих корсаков. Все хватит. Ну вот сегодня то мы с ним переговорили. Он говорит на это мне не трудно стоять. Он маленько сдал назад. Вот это так. Теперь на собрании и индивидуально перед всеми женщинами попросишь прощения. А нет значит. Я санкции на тебя накладываю. И в рамки войдешь. Я его во двор. Я батюшке говорю. Я его не хочу во двор пускать. Он Лену так отбрил там. Говорит со мной. Только никто не разговаривал. Он нам почти в сыновья годится. Марина сказала. Чтобы его больше в доме нашем не было. А она ему стирала. Готовила. Постоянно. Ну вот так. То есть я что ему сказал. Батюшке сегодня позвонил и сказал. Храм не запускай. Только там где. Зачем ему смотреть то где это. Никаких шерм. Никаких. Никогда не было. Наши общины равной нигде нету. Как одеты целомудренно. Тут столько труда положили. Тут вообще. Вот тогда этот. Макаров то. Сергей Сергеевич. Он написал. Мужчина это боярин. Почти. А женщины. Без всяких почти бояриня. Бояриня. Так это какой журналист. 10 лет работал в комсомольской правде. По всему миру ездит. Бояриня. Глянь на свою жену. Он тут сестер склонял. Когда она идет. Как мы с ним бесит. Надежду Васильевну отбрил. Глянь как они выглядят. Надежду Васильевну. Кто это такая. Чего она мне будет тут учить. Я говорю. Ты сам то. Сам то говорю. Смотри. А чтобы Вы в головами вошли. Я сделал. Так. Вопросов никаких нет. Что я ему сказал. Я говорю. Ты неделю хотя бы не выходи в интернет. Теперь всякую блевотину не стыдь. Да я только одного. Там Роман перекинул. Мне там. Кто то сказал. Зачем тебе это. Если ты друг. Ты бы наоборот это погасил. Это ложь. Я что ты это буду доказывать то. Ну и здесь. Если ничего там не будет. Здесь только. Если не уедет. Где то жить будет. Только в храм. Из храма. Даже туда не пойдешь. Примешь условия. Я не говорю на какой срок. Сейчас я еще не сказал про баню. В бане запрет. Зачем? Самостоятельно строй. Ты хотел самостоятельности. Я тебе еще продукты даю. А у него же есть. Кто? Он же в Павловом доме. У него же есть там какая-то баня. Какая? Не знаю. Какая-то гриняна. Одной стены нету. Ну сделает одну стены. Кто сделает? Да. Я Вам говорил. Как заходишь над крестом. Вот такая вот дыра на крыше. Ну хоть чем-то не заделал. Так уехал и все. Он никакой. Он еще нигде не сделает. Разбитое окно никак. То есть стекла какое-то. Планка или как-то придавитель все. Он не стеклеет ничего. Отмостку делали там. Это да. А дальше где там посадил что? Все сгинуло. Эти цыплята у него я думаю ни один не дожили до осени. Если так обращать. Самостоятельно трудиться. Это много трудов ведь надо. Конечно. Кто-то тебе скажет. Делает там. Делает. Это гораздо проще. Даже если ты больше сделаешь. Я у вас беру все. Смотри. Я говорю как Женя кормят. Сколько людей. Игорь там бьются. А то я не могу. Я не пойду. Мне это не надо. Ну. Семена взял вчера у Жени Долгова. Какие? Ну там гречка у него хорошая. Ага. Взял. И поговорил у него. Он мне там с гербицидами с ним договорились. Он берет. Я у него там потом перекупаю. Так. Он говорит плохое урожаю. У меня в склад говорит не вмещается весь. И то он брал не все. Я думал ну он то хоть более менее будет. Сейчас говорит. Ну взял кредит в Сбербанке чтобы эти гербициды взять. Жень ты. Я до того удивился в Сбербанке. А куда говорит деваться. Если он берет кредиты. То есть ему не хватает чтобы посеяться. А что о нашей пузатой молочевке говорить. Как поставили. Только не бери кредиты. Как опустили нас. Только не бери нигде. Прикрыть как угодно. Меньше взять. То он платить будет не миллион а полтора миллиона отдаст за них. Ну конечно. Конечно. А надеяться на урожай. А урожая нет. А кредит растет. Их не касается. Легли спать. Зима крутит. Время. Вот и все. Которые взяли кредит. А на Амуре там вода разлилась. И говорят у нас все размылось. А поехал там Медведев или кто. Говорит. А мы ничего не можем сделать. Ну. Банкиров. Упросите чтобы приостановили. Процент. Процент. Мы сейчас не работы нету. Дом размолоченный. И никаких. А просто. Они отсрочить. На какое то время могут. А сократить никак не могут. Никак. Выплату там. Ну на год там. Или сколько там. Это. Ты понимаешь. Это удавка. У нас в уставе написано. Не брать. Ни под каким видом. Никак. Это значит. Жену всех продать в рабство. Это жудовская уловка. Никто это никогда не пойдет нормально. Откуда Расшильды. Морганы. Рокфеллеры. А то за счет этого. Значит. С прибылью нельзя давать своему. А с язычником можно. Это прям Библия говорит. Так что. Прислушайте. У меня. Исчезли грабли. Которые мне подарили. Я так и думал. Что ты увез. Не. Вы мне их не давали. Я посмотрел. Каких. Думал они там в пакетах. Где то разобранные. Но ничего нету. Грабли. Но они до того хорошие. Какие то как. Прямые. Такие. Длинные. Удобно было. Нету ничего. Так. От меня еще и нужно сейчас. Нет. Все. Батюшка еще не наказывал. Нет. Ничего. Знаешь. Я с тобой зайду сейчас в храм. И дам там длинный провод увезешь. Везу. Вот так она намотана. За Володей. Так. Ну еще. Возьмите камеру. Камеру возьмите. Да. Все. Закончим. Спаси Христос. Давай помолимся. Давайте. Молись. Три поклонника. Я что ли? Благословен Господь ныне присно и воики веков. Аминь. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи благослови. Слава тебе Боже наш. Слава тебе. Молитесь Игнатиныч. Отец наш небесный. Мы просим тебя Владыка. Благослови нас. Исполни нас благодатью Духа твоего святого. И коснись сердца Никиты Даруй ему духовное рождение свыше Пробуди совесть И избавь от ненужного и от хамства Ты сам, Господи, Содел из него годный сосуд Не на посмеяние врагам Ты многое нам показал Как должны мы бодрствовать нас с тобой Благослови Игоря, приезжающего Благослови его труды Сохрани скотину И благослови братья от наших далеко Отстоящих Брата нашего Виктора И Анну, и детей их И это место сохрани и защити Пошли нам добрых помощников Ты знаешь их имена Тебе, Господи, слава Тебе хвала и чести и поклонения Отец, сын и святой дух Аминь Я заканчиваю Сейчас возьму туда